Здравствуйте! Сегодня в нашу студию мы вновь пригласили Мирослава Смирнова, человека, который открывает бесплатные залы для занятий самбо в детских домах и школах-интернатах. Здравствуйте, Мирослав! Здравствуйте, Андрей! Я вот до сих пор вспоминаю то впечатление, ощущение присутствия на открытии одного из ваших залов в детском доме. Я предлагаю посмотреть сюжет по теме, а затем вернемся к разговору. Я расту со спортом. Так называется не так давно возникший общественный проект, суть которого – открытие спортивных залов для занятий самбо в детских домах, интернатах и в обычных школах. Организаторы проекта ставят своей задачей распространение этого вида спорта по всей стране. Но это с одной стороны. А с другой – данное дело помогает ребятам, которые воспитываются вне семьи, обрести свой внутренний стержень, закалить волю и характер для того, чтобы преодолевать жизненные трудности. Генеральный спонсор проекта – фонд «Архистратига Божия Михаила». Партнерами выступили Всероссийская Федерация Самбо и другие организации. Несмотря на то, что проект очень молодой, существует с 2014 года. Сегодня в этом московском детском доме «Берег Надежды» в районе Новопеределкино открывается уже 24-й спортзал. Видимо, за дело взялись люди убежденные и очень активные. Я очень близок к тому, что здесь происходит, потому что я сам 6 лет занимался самбо. И так получилось, что моя мама была воспитателем в детском доме, поэтому всю тутошнюю кухню я знаю не понаслышке. И для меня действительно было очень важно, чтобы здесь, в Москве, в России как можно больше залов начало открываться, для того, чтобы у каждого из этих детей появилась возможность встать на ноги и крепко на этих ногах стоять. Когда открывается 24-й зал в детском доме, дети – да, Москва, да, хороший дом, да, прекрасный директор, да, все, но они одинокие дети, понимаете? Нету родительской заботы. И вот возможность дать немножко тепла, дать возможность приготовить к будущей жизни, именно к будущей жизни, которая будет очень сложной. Они делают огромное дело, я всегда буду поддерживать ребят. Мы сегодня буквально спонтанно решили, что мы традиционно мы сделаем в этом году и постараемся делать каждый год. Собирать всех спортсменов из этих залов в Москве в одном центральном зале и делать новогодний праздник, показательное выступление, приглашать суперзвезд кино, спорта, я буду Дедом Морозом. То есть мы такой подводить итог, что они сделали за год. Ребят, то, что сейчас вам все сказали, может быть, для вас это все в новинку, но действительно, отнеситесь к этому серьезно. Борьба поможет вам стать настоящими борцами в жизни, не только в спорте, но и в жизни. Чтобы никто вас не мог унизить, чтобы никто вас не смог сбить с вашего жизненного пути, чтобы вы спокойно, уверенно шли. Перед вами большое количество примеров великих людей, которые добились своего места в жизни именно благодаря спорту. Это действительно то, что укрепит ваш дух и ваше здоровье и направит на ваш жизненный путь. Удачи вам! Побед во всем! Мастер-класс тренировки и демонстрацию основных приемов борьбы провели для ребят юные спортсмены из детско-юношеской спортивной школы «Борец», которая, кстати, находится в этом же районе Новопеределкино. Они и в дальнейшем обязуются курировать начинающих спортивных интернатов. Первую тренировку для ребят провел мастер спорта международного класса «Батыр Алтын». Мельницы со стойки. Вы, будущее, за будущее поколение, вы должны, даже не то что должны, вы обязаны хотя бы на базовом уровне владеть любым боевым искусством, да? Вы должны уметь защищать себя, своих близких, своих родных, ну и, конечно же, свою страну. Юные спортсмены из спортшколы заботливо помогали впервые надеть куртку-самбовку и правильно завязать пояс. Ну, а потом немного дружеской борьбы. Меня зовут Соколов Андрей Александрович. Там все прекрасно очень, мне понравилось. Скажи, ты собираешься заниматься этим видом? Да, мне очень понравилось, я собираюсь заниматься этим спортом. А что больше всего понравилось? Борьба. Ну, какие-то приемы или что-то? Да. Форма, может быть? Форма понравилась, потом борьба, броски, да. Я Николай, вот, мне 13 лет и я увлекаюсь этим, этим видом спорта. Ну, я раньше ходил, ну, когда еще дома была, а сейчас еще продолжу заниматься. И почему ты решил заняться этим спортом? Ну, во-первых, развивать волю. Мне это, ну, вообще по душе и, ну, хороший вид спорта. Как знать, быть может, из новоиспеченной секции вырастут новые таланты самбо, но это уже высоты. А по большей части было бы отлично, если бы этот мягкий татаник помог этим мальчишкам, ты и девчонкам, крепко встать на ноги. Я роску за спортом! Сколько на сегодняшний день вы открыли залов по стране и что дают эти залы, регулярные занятия самбо, тем детям, для кого вы это делаете? На сегодняшний день открыто 25 залов в разных городах. Там Москва, Иркутск, Новосибирск, Уфа, Краснодар, Пермь, Тверь, еще какие-то города уже. Все не помню, но, в общем, все бурно развивается. Сейчас порядка тоже 10 городов идут в работу по открытию залов, и я один это все делаю. Я транслирую просто идею. На своем личном опыте задача сделать проект Яросту со спортом общественным проектом, чтобы каждый мог взять и оборудовать такой же бесплатный спортивный зал для тех детей, кто нуждается в нашей поддержке. И сделать что-то значимое в этой жизни, потому что многие создают карьеры, создают семьи, создают бизнес и крутятся вот в этой бесконечной гонке вот этих вот потребностей, забывают о том, что нужно еще созидать, нужно сделать что-то значимое, оставить после себя след. То есть вы такой общественный колокольчик. Да, и я вот это как бы понял, вот эту тему, что это очень важно, это очень нужно человеку, и вот мне это тоже нужно. То есть оставить после себя что-то, оставить след, оставить добрые поступки. Те сделать вещи, которым будут гордиться твои дети, твое окружение. И вот, соответственно, вот эту идею я вам транслирую, показываю, и многие люди подключаются и делают то же самое. Город, скажите, вот самбо достаточно жесткий вид спорта на самом деле, несмотря что он, собственно говоря, не такой контактный тот же, как бокс, карате и так далее, но тем не менее, не воспитывает ли это в детях жестокость, агрессию, чувство доминанты над всеми остальными? Ну, такой же жесткий, наверное, как и фундамент дома, потому что я позиционирую самбо как фундамент. Самбо – это акробатика. Это делает человека гибким, учит его падать правильно, чтобы не травмироваться. То есть вот такие вот моменты, которые, ну, очень нужны каждому человеку. Наш президент занимался самбой, мы видим результат. Самбо – это самооборона. Самбооборона без оружия? Без оружия, да. То есть философия самбо – это защита, это не нападение. Вся вот эта вот концепция, философия, она учит вот именно вот этому, чтобы не нападать, не агрессировать, не быть агрессивным. А уметь защитить себя и своих близких. И защитить, да, близких. И каждый тренер это доносит по мере своей компетенции, по мере своей осознанности, вот это доносит до детей. И вот это и есть принципиально такая вот наша позиция, что вот именно самбо, опять же, наш национальный вид спорта, как я уже говорил, детям очень важно отдавать вот это вот зерно патриотизма. То есть по мере вовлечения в этот вид спорта, они начнут гордиться, что вот у них есть такой замечательный свой отечественный вид спорта самбо, и они начнут больше любить нашу родину. Надо созидать, нужно что-то делать и действовать. Изначально понял, что нужно это начать с детских домов, и ни в коем случае не останавливаться только на детских домах, а нести эту идею, этот проект в масса. То есть открывать в школах обычных, то есть мы уже открыли в Краснодаре, в обычной школе, спортивный зал, бесплатный. Туда ходят, как и дети-сироты, потому что детский дом находится на одной территории школы. И также ходят обычные школьники с этой школы, да и с соседних дворов дети. Сейчас в Казани открываем, тоже в обычной школе, большой спортивный зал. Туда будут ходить как дети и со школы, так и с соседних дворов, и в этом же детском доме учатся 60 детей с детских домов. Давайте поподробнее о технологии реализации этого проекта и, собственно говоря, о тех, кто является центром этого проекта. То есть тренера, да. Это то есть тренер. Кто их подбирает, по каким критериям, кто их оплачивает, и кто, собственно говоря, следит за тем, чтобы они честно выполняли ту возложенную на них обязанность? Ну, следим мы, в первую очередь, конечно же. Я лично со званием, с тренерами ежемесячно. И у меня традиционный вопрос, когда я звоню тренеру, либо когда мне тренер звонит, спрашиваю у него, сколько было детей на крайней тренировке. То есть для меня сразу это, ну, показатель, да, я примерно ориентируюсь, сколько детей ходит. К сожалению, меня уже не очень хватает со всеми разговаривать, со всеми тренерами, потому что процессы много где запущены. По поводу подбора тренеров, тренерского состава. Это очень важный момент. И когда проект только запускался, я еще не всего осознавал, как нужно правильно. И брал тренеров, те, кто попался, скажем так. Вот он чемпион, мастер спорта, либо кандидат. Все отлично, парень хочет заниматься, заниматься с детьми, пожалуйста, тренируй. Но потом, по мере развития проекта, я стал понимать, как работают детские дома, сколько у них контролирующих органов, и какая большая ответственность висит на тренере, на мне, как на организаторе, на детском доме, на директоре. Я понял, что тренер должен быть с образованием, с педагогическим. Безусловно, без учета психологии, особенно вот этой вот особенно... Нет, тренеров очень много хороших, но они без образования. Много чему могут научить и по жизни, и по спорту, но у них нет педагогического образования. И не имеют права такие тренера тренировать детей, особенно в детских домах. Соответственно, сейчас у нас тренера только квалифицированные. Помогает нам подобрать этот персонал, тренерский состав Всероссийской Федерации Самбо. Мы с ними сотрудничаем, они нам помогают. То есть в том городе, где мы открываем, оборудуем зал, мы в первую очередь обращаемся в Федерацию Самбо местную, говорим о своем намерении, что вот мы намерены открыть зал, тогда-то, тогда-то. Помогите нам подобрать кандидата подходящего, который рядышком, возможно, живет с детским домом. Ведь каждый тренер, он всегда заинтересован в допунктных детях, в допунктной ставке. И поэтому в этом не возникает особых проблем. Да, есть проблемы в маленьких городах. Мало тренеров, либо тренер очень далеко где-то живет, в соседнем поселке, ему надо ездить. Решаем вопросы, решаем, решаем. То есть везде тренируются, везде тренера есть. Оборудуем зал за счет средств фонда. Фонд существует за счет спонсоров. То есть находим людей, которые неравнодушны к тому, чем мы занимаемся. В первую очередь идеологически. Они понимают, зачем мы это делаем, для чего. Соответственно, они подключаются к проекту. Мы со своей стороны как-то стараемся их осветить, прорекламировать. Мотивировать. Мотивировать, да. Проект достаточно интересный, большой. Уже много что было сделано. И более того, еще будет очень много сделано. И я предложила себя взять некий патронат над каким-то залом. Покупаем татами, покупаем кимоно ребятам. Полностью оборудуем спортивный зал и поддерживаем его в течение всего времени. То есть мы ставим туда преподавателя, платим ему зарплату. И он с детишками занимается. Всегда мы говорим, государство должно то, государство должно... А государство же это мы. Мы. Мы граждане, мы состоим, мы составляем это государство то или иное. Вот с нас нужно начинать с каждого из себя. Понимаете, дело в том, что для меня очень важно, чтобы показать личным примером. Личным примером, если есть возможность. Это не обязательно касается финансов. Можно и словом человеку помочь. Можно вниманием. Ему передать любовь, выслушать или что-то сделать еще. По мере сил. Ну а что говорить про ребят, про детей? Во-первых, это дети. Мы должны их образовывать. Мы должны и заниматься их здоровьем. А детишки в детских домах. Конечно же, им нужно повышенное внимание. Конечно же, это нужно все делать в разы. Это дети, которые испытывают нужду. Они могут не показывать это. Но любое внимание для них дороже золота. По поводу зала. Какое требуется помещение? И вот здесь цена-качество, да? Параметр. Можно сделать огромный зал, а там будут заниматься всего 5 человек. Тренеру ставим задачу, чтобы было минимум не меньше 8 человек. Желательно 10-15. Это такой средний небольшой зал? Да, да. Мы не строим спортивные залы. Мы оборудуем существующие спортивные залы. Это бывший вообще класс. Мы снимаем люстры, решим лампы, сдираем обои, красим стены. То есть бывает делаем капитальный прям ремонт. Но в основном в детском доме есть спортивный зал. И мы его просто оборудуем. Закупаем профессиональный борцовский ковер. Закупаем шведские стенки, турники и брусья, жгуты, мечи, борцовские манекены, экипировку, чтобы дети могли заниматься борьбой. То есть делаем все для того, чтобы была отличная среда для профессиональных занятий именно самбо. Скажите, а вот до того, когда вы приходите, вот так вот все переделываете, спортивные залы в детском доме, насколько они эффективны? Насколько по отзывам детей они являются неким таким центром притяжения? Во многих уже детских домах я замечал такую картину. Ну вот есть спортивный зал, есть обычная кладовая, где там мечи и еще какие-то там агрегации спортивные. И заходишь, и там стоит пыльный козел, который раньше в нашем возрасте у всех были на физкультуре и активно использовались. Козлы, вот эти прыгуны, канаты. То есть все это лежит там. То есть это убирается из спортивных залов, потому что это все травмоопасно. В идеале, чтобы дети вообще жили в этом детском доме в мягкой комнате. Обшитые мягкими этими самыми. Да, да. И потому что сломанный пальчик, куча бумаг. И, соответственно, кому надо вот это брать на себя и, соответственно, стараться оградить. Если физкультура, то это футбол, волейбол. Вот в основном в школах детских домах развивается футбол, волейбол, баскетбол. То есть физкультура как такова, она так, постольку, поскольку. Опять же, все зависит от тренера. Бывает, да, мужики те, которые прямо из этих детей делают, вот прям, тащат их, там, направляют в разные спорты, куда-то даже записывают в какие-то единоборства, в хоккей, в футбол. То есть тащат этих ребят. Ну, а где-то это просто вот на самотеке. Еще основная проблема. Вот, допустим, возьмем Москву. В Москве это где-то 50 с лишним там детских домов, школ, интернат. И из них всего, вот мы провели такое исследование, мы обзвонили все детские дома, все школы, интернат. И вот у меня выжимка. Из этих 50, грубо говоря, всего 7-8 детских домов и школ, интернат, где есть свой спортивный зал. В остальных, либо, ну, дети с отклонениями, это тоже, ну, основная масса детей, которые остались без родителей, это дети с особенностями. А где-то здоровые дети, но у них нет своего спортивного зала. То есть они вообще без физкультуры растут. Либо куда-то, может быть, ходят в соседнюю школу, занимаются. Ну, то есть вот здесь, в Москве, они обычно вот эти вот детские дома сделаны в зданиях бывших детских садов. И спортивный зал оборудует вообще в комнату, где дети живут. После оборудования спортзала, после начала занятий, есть ли связь между этими детскими домами? Есть ли общение, развитие, дополнительные мотивации детей расти в этом направлении с тем, чтобы была какая-то, ну, так сказать, вот премия? Любой вид спорта надоест, если он будет проходить только в стенах вот этого спортивного зала. Мы развиваемся, точнее, стремимся развиваться таким образом. То есть открываем сейчас залы по всей России. Потом ежегодно, летом будем проводить сборы. То есть вывозить детей с разных детских домов. Вот у нас уже есть хорошая туристическая база, точнее, пансионат, лагерь в Крыму, в Керчи. То есть туда будем вывозить детей с разных детских домов. И они там будут жить, там, 20 дней, месяц вместе заниматься. То есть будем привозить туда чемпионов различных. Они будут показывать мастер-классы для этих детей. Возможно, будем там проводить какие-то отборочные соревнования. А потом уже такие официальные крупные соревнования проводить в Москве, тех, кто отобрался. И также вот мы сейчас открываем, вот буквально через несколько дней, спортивный зал. Открываем здесь, в Подмосковье. Это большой детский дом с огромным спортивным залом, с большой территорией. Очень благоустроенный. И это для нас такая тоже стратегически важная площадка. Мы там откроем не только спортивный зал. Мы также там договоренностись с директором, что мы туда будем летом вывозить детей. Вот с разных детских домов, которые открыли в Москве. Там зал оборудовали еще где-то в разных городах. Будем вывозить сюда, в этот детский дом. И также проводить сборы, соревнования. То есть создавать вот эту среду, где дети будут знакомиться, общаться и как бы твориться вот в этом виде спорта. Это очень важная мотивация основная. Мне кажется, создание вот этих взаимоперекрестных связей, создание вот этого, как вы правильно говорите, некой среды, которая бы воспитывала, формировала, имела бы четкую направленность и имела бы большой коэффициент полезного действия, что очень важно. Мне кажется, вот этот алгоритм надо накладывать и на остальные виды спортивной физкультуры в стране. Это основной катализатор вообще развития, мотивации. Я на это прям делаю акцент. По-любому это буду делать. И уже делал в Иркутске, провел сборы. Там я открыл пять детских залов спортивных, в детских домах, в школах, интернат. Привез детей с разных этих секций, с тренерами. То есть провели для них хороший мастер-класс. И дети показали, чему они научились за этот учебный год. И я увидел действительно результаты. Некоторых детей можно уже хоть сегодня выставлять на соревнования, потому что они уже действительно там прям могут. Они уже серьезная прям подготовка. Потому что некоторые детские дома уже как два года занимаются. Спасибо вам огромное за то, что нашли время прийти к нам на программу. Я желаю вам помощи Божьей в ваших начинаниях. Спасибо вам, Андрея, за то, что пригласили. Дали возможность поделиться с общественностью. А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был учредитель проекта «Я расту со спортом» Мирослав Смирнов. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok